Ситуация в нашем ЖКХ давно перешла все критические рубежи и представляет собой тотальный крах всего существующего порядка вещей. Сумма денег, которую взывает так называемая жилищная мафия, все растет и растет, но эффект от этих денег минимален. Но даже при минимальном положительном эффекте все изменения носят исключительно оперативный косметический характер. Общее же состояние жилья, как целостного фонда, стремительно ухудшается. Два важнейших аспекта этой проблемы – нехватка средств на коренные реконструкции и отсутствие конечного заказчика на этапе работ. Специалисты же в сфере ЖКХ делают основной уклон именно на отсутствие финансирования. Надо признать, что в этих словах есть достаточно здравого смысла. Наша система ЖКХ требует огромных финансовых вливаний, так как общее состояние всей системы действительно катастрофическое. Речь идет прежде всего об основных фондах, капитальном ремонте домов и состоянию всех инженерных систем. Государством был разработан оптимальный вариант решения данной проблемы, на их усмотрение. Однако опыт работы ряда ОСМД, объединений совладельцев многоквартирных домов, показывает, что все проблемы ЖКХ при хозяйственном отношении можно решить без дополнительных субсидий со стороны власти, которые на самом деле реально представляют собой лишь отмыв денег городского бюджета. В 2011 году была разработана программа по объединению многоквартирных домов в ОСМД. Предполагалось, что уже к 2012 году все жильцы таких домов объединятся. В Одессе пытались насильно объединить людей в эти кондоминиумы, что было встречено крайне враждебно. Главный механизм, который помог одесситам отбить атаку власти, заключается в норме закона про ОСМД. Он действовал тогда, действует и сейчас, про обязательный капитальный ремонт жилья перед его передачей. И тогда, и сейчас было совершенно понятно, что в городском бюджете нет денег на эти капитальные ремонты. И власть была вынуждена отступить. Как и все программы, которые спускаются сверху вниз, программа тотального охвата стороны ОСМД была обречена. Между тем, с точки зрения логики, это вполне нормальная идея, которая могла бы иметь большой эффект, если бы не ряд очень важных «но». Для этого надо было провести анализ реально в этой сфере, посмотреть, где болевые точки, где нужна помощь, а где нужно просто дать людям возможность самим решать за себя. Детальный анализ ситуации с ОСМД требует отдельного рассмотрения, но можно кратко отметить наиболее важные вопросы. Самый важный вопрос – это структура ОСМД, избрание и переизбрание руководства, а также необходимо принципиально новый закон о собственности на жилье и новый закон о ОСМД, создающий правовые гарантии его членов и защищающий их перед монополистами-поставщиками коммунальных услуг. Именно это может дать реальный толчок к развитию и реформированию ОСМД. Не только закон может стать панацеей в этой ситуации. Любые меры по предоставлению людям реального контроля за потраченными на обслуживание жилье деньгами коренным образом сможет изменить эту ситуацию. Например, ЖЭКи в обязательном порядке должны публиковать каждый месяц итоги выполненных работ, чтобы люди могли проверить, на что потрачены их деньги. Ведь сегодня сделать это практически невозможно, и с людей через суд взыскиваются средства ни за что. Формально, согласно закону о жилищно-коммунальных услугах, люди имеют право не платить за невыполненные услуги. Только процедура, которая бы позволила реализовать это право и заставить ЖЭКи хотя бы частично отрабатывать собранные деньги, не существует. Некоторым удается добиваться своих прав, но это редкость, случай. Система же здесь абсолютно не работает. Только дав в руки людям механизм реализации права контроля за выполненными услугами, например, подписывая ежемесячный акт о выполненных работах с ЖЭКом, можно говорить о начале реформ ЖКХ. Это только первый шаг, но без него мы дальше идти не сможем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова